Близнецы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на мае месяце. В начале, в середине и в конец месяца. И в конец месяца возьмем карта совета, что вам высшие силы подсказывает. Остерегаться, да, может какие-то советы для вас, которые вы можете воспользоваться. И возьмем карта, первая карта на начало месяца. Это карта Паш Пентакля, начинание чего-то нового. Если это касается, может кто-то, обретения, может кто-то хочет купить уже какие-то себе, может дом, машину. Здесь обретение чего-то нового. Те, которые хотят пройти какое-то обучение, то вы можете это спокойно сделать в начале мая месяца. Потому что здесь не стоит уже думать, а стоит все-таки начать новое, все-таки вкладываться в чем-то. Может это что-то для себя приобрести, или может даже как-то какое-то обучение пройти. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие близнецы. Пятерка Пентакля. Пятерка Пентакля показывает, что от вас уходят какие-то проблемы, от вас уходят какие-то ситуации, которые были как впустую в вашей жизни. У вас, знаете, уже в начале месяца мая начинается чего-то новое, но после какие-то уходы. Может для некоторых здесь это касались, что может были какие-то отношения на начало муравей, и здесь как бы они уходят, потому что здесь как-то было общение, какие-то разговоры. И здесь на этом остановились. И может вы даже на этом, вы как бы и расстались. Но уже в начале месяца это показывает. Может кто-то начинает новую работу и собирается в начале месяца уходить от старой и начать чего-то новое. Вы здесь это тоже спокойно можете делать. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Девятка Пентакля. Самое главное не сидеть в бездействии, не бояться, что вы не найдете или работу, или то, что у вас другие отношения не уже. Самое главное не тосковать по человеку, выйти из этой пустотной, депрессивной состоянии. Потому что здесь вроде бы какие-то проблемы серьезные нету, но вы себя сами ставите на эту паузу. Вы сами себе дается вот эта неуверенность в себе. Вот именно в начале месяца, если те, услышите меня, которые хотят поменять работу, хотят уйти от старой и начать чего-то нового, то самое главное делать какие-то действия, какие-то шаги, а не ждать, что судьба вам подарит, сами ваши проблемы решится. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине месяца. Это четверка Пентакля. Четверка Пентакля. Жадность, скупость по отношению не к другим людям, а к вам. Поэтому постарайтесь. Вот именно на середине месяца может приобрести какой-то подарок для вас. Не дать все кому-то. Думать о других людей, о других там, людей, которые просят у вас о помощи, а думать о себе. Порадовать в первую очередь себя. Вложиться в первую очередь в себе. Вот даже это если покупка, даже если это знание. Давайте посмотрим следующая карта. Карта Двойка Жезлов. А Двойка Жезлов показывает, что все-таки в середине мая месяца у вас есть привязанность. Привязана к той месте, где вы там находитесь. Пока вы все-таки в страхах, что боитесь, что вот что-то у вас не получается. Что-то может кто-то, если касается отношений, может думать, уходить из тех отношений, которые вы видите, что там нет чувства, нет страсти. И здесь как-то изжились эти отношения. Но у вас пока есть вот эта привязка. Вы не можете отпускать человека. Те, которые одиночки, хочу сказать такое. Постарайтесь дать себе возможность и начать чего-то нового. Не бояться. Не быть вот в этой привязанности. Как если сказать, то вы как бы очень сильно на страже в порядке. Вы очень сильно остерегаетесь. Может вам стоить все-таки вот эту двойку жезлу, как любовную привязку. Может какая-то кармическая привязка все-таки у вас есть. Поэтому у вас пока не получается отпускать человека. Даже то, что вы ушли. Даже то, что вы начали чего-то нового. Даже вы к этому стремитесь начать новое. Но у вас это пока в середину не получается. Вы очень много сил даете из-за этой привязкой. Давайте посмотрим следующая карта на середине. И это рыцарь жезла. Но знаете, как говорите? Вы горите, но все-таки вы идете дальше. Вы очень проходит много взлета и падения в вашей жизни. Вы все-таки горите, но не отпускайте руки. Вы хотите быть счастливы. У вас, знаете, вы идете к своим цели через преграды, через какие-то трудности, когда у вас не могло получиться. Может даже отпускать, даже что-то себе может порадовать. Но вы это не отпускайте руки. Все-таки боретесь для того, чтобы были счастливы. Давайте посмотрим следующая карта на конец и карта мира. Карта мира показывает, смотрите, сохраняйте вот именно на конец месяца, мае, свой мир, свое внутреннее состояние. Да, не потому что все это в ваших руках. Да, или сохранить себя, или разрушить сами своими руками. Здесь все-таки требует контролировать себя. Для некоторых здесь может как касаться, что, да, завершение, окончание, да, какой-то период и начало чего-то нового. Да, да, по карта мира может быть, что вот то, что у вас было вот до сих пор, у вас это как бы заканчивается, да, может у вас идет, да, как трансформация, начало чего-то нового. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это король кубка. Король кубка. Мужчины, обращайте внимание в конце месяца на ваше состояние, на ваше здоровье, да, потому что здесь показывает, да, что может это все-таки любовная привязка, к которой вы можете расстались, ушли от отношений, но вы пока не можете отпускать человека, да. Для некоторых, да, мужчины, если у вас рядом есть женщина, да, то все-таки стоит обращать внимание, да, уделить больше внимания ей, да, показывать, что как она вам нужна, как она вам, как она любима, да, как она для вас очень, как целый мир, да, как то, что ваше. Давайте посмотрим карта совета для вас, мои дорогие, что вам высшие силы советуют. Девятка мечей. Осознание, да, болезненное, да, даже то, что все, что происходит, и вы понимаете, что настолько вот тяжело, да, вот отпускать из вашей жизни что-то, вы должны не отпускать руки, да, все-таки вот вы должны поработать, даже не то, что винить кого-то, а именно поработать над собой, да, осознавать, что даже было какое-то прошлое, да, были хорошие, даже были счастливые моменты, все-таки вам нужно, и стоит отпускать это в конце мая месяца. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Lily. Субтитры остановлены по Ginsu,